Кот-лимон или по-домашнему Моня с удовольствием сидит на плиточном полу. Иногда перебирается на ковер, но это не обязательно, ведь в доме, где живет семья Юрия Пушкарева, нет батарей. Зато полы теплые. Семейство перебралось в Ивановку осенью 2014 года. Тогда же хотели подключить и газ. На тот момент нам объявляется цена 2 миллиона 100 подключить газ. Вторая категория от газового узла. И сейчас, и по тем временам. Это просто неподъемная сумма для обычного человека. От этой идеи мы сразу отказались. Все эти годы для отопления дома и горячей воды приходилось закупать привозной газ. В год выходило порядка 150 тысяч рублей. А в декабре прошлого года в дом пустили магистральное голубое топливо в рамках президентского проекта социальной газификации. Теперь оплата составляет около 5000 рублей в месяц. В зимний период летом будет еще дешевле. Проблем никаких нет. Не беспокоим, что он закончится, что-то случится. Обслуживаем котел, теплые полы, теплый дом. В такую зиму, когда много снега, конечно, и морозы постоянно. То снег, то морозы. И все замечательно. Нам все нравится. С момента подачи онлайн-заявки на сайте Мособлгаза до заключения договора прошло всего несколько дней. Сами работы по прокладке газовой трубы по участку заняли больше времени и вышли чуть дороже стандартного договора. Чтобы не нарушить привычный ландшафт по просьбе хозяев, рабочие сделали прокол и прошли участок под землей. На доме трубу тоже практически не видно. Она того же цвета, что водосточная система и вся отделка. Основной, конечно, тезис – это то, что жить становится комфортнее, повышается уровень жизни с точки зрения того, что отопление газом – это и дешевле, и безопаснее. И самое главное, что все работы, которые выполняются, они выполняются профессиональными специалистами и по очень доступным ценам. Помимо прокладки труб, рабочие также переподключили котел, который раньше работал на привозном голубом топливе, и установили счетчик, по которому Юрий теперь и платит за газ. Все очень просто. Другой абсолютно уровень жизни. Да, за эту проблему большую мы закрыли для семьи. Все замечательно, все хорошо. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.